Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев подписал ряд законов. Один из них – поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Они направлены на совершенствование системы здравоохранения. Об этом сообщается на сайте Аккорды. Текст закона публикуется в печати. И второй документ – закон о кинематографии. Он направлен на установление правовых основ в этой сфере и сопутствующей поправки. Президент также подписал два указа о переименовании Зеленовского района Западной Казахстанской области в район Байтирек и Зыряновского района и города Зыряновска Восточно-Казахстанской области в район Алтай и город Алтай соответственно. Оба указа вводятся в действие со дня официального опубликования. Другим темам главные слушания по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена начались в Алматы. Судебное разбирательство проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Тулыбаева. Материалы этого громкого дела собраны в 38 томов. Все подробности в следующем сюжете. По обвинению прокурора это преступление было спланировано заранее. Каждому участнику была отведена своя роль. Арман Кудайбергенов должен был снять зеркала с машины, а Нуралы Киясов и Жанар Тулыбаева быть насторожи и следить за ситуацией. К преступлению готовились заранее. Приобрели перчатки, чтобы не оставлять следов, и кухонный нож для демонтажа зеркал. Однако владелец автомобиля Денис Тен застал Кудайбергенова за моментом кражи. А когда между ними завязалась драка, Киясов нанес спортсмену два роковых удара ножом. Обоим подсудимым инкриминировали сразу несколько преступлений. Кража, разбой и убийство. Однако в суде Кудайбергенов признал только кражу. Я не признаю разбой и убийство. У меня и в мыслях не было его убивать. Второй подсудимый Киясов и вовсе отрицает все обвинения в свой адрес. Не воровал, разбой не совершал и не убивал. Третья участница на скамье подсудимых – Жанар Тулыбаева. Ее обвиняют в соучастии в преступлении и недонесении о нем. Я не могу быть соучастницей, так как я не знала, что мы идем на преступление. И я не видела, как его убивали. Тулыбаева видела, как совершался разбой и спокойно покинула место преступления. При этом она не сообщила в органы о совершенном особо тяжком преступлении. Адвокат потерпевшей стороны Нурлан Устемиров до сих пор придерживается мнения о заказном характере убийства, которую он озвучил в перерыве на предварительных слушаниях. Я считаю, что они ждали, когда он выйдет. И специально на его глазах стали снимать. Потом затерили ссору, вытащили, выманили его на эту площадку. А что там случилось, это уже выяснилось. Сегодня на судебном заседании также в качестве свидетеля проходил от основателей из Астаны Фаридара Збекова, которая отпустила под подписку о невыезде Кудайбергенова, задержанного за аналогичное преступление столицы страны. Пострадавший тогда житель Астаны Сапар Шамшиев был возмущен действиями дознавателя. Их допрос проводили по скайпу. Судебный процесс еще будет продолжаться в ближайшие дни. Планируется допросить 27 свидетелей. Напомним, уголовное дело по факту убийства Дениса Тена состоит из 38 томов. Алмау Разбаева, Мухит Кудыкпаев, Алматы, Хабар-24. 193 факта хищения автотранспортных средств зафиксировали в 2018 году полицейские Восточно-Казахстанской области. Угнанные в регионе автомобили перегоняли в Российскую Федерацию. Подобные маршруты только в обратном направлении использовали автоугонщики Барнаула. Пресечь факты трансграничной преступности стражи порядка Казахстана и России планируют сообща. Модель межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов обсудили в Усть-Каменогорске. Стороны планируют провести совместные оперативно-профилактические мероприятия. В ходе рабочей встречи обсуждены проблемные вопросы по розыску уголовных преступников, противодействию хищения автотранспортных средств и незаконному обороту наркотиков. Мы с нашими коллегами выстроили определенную работу по каналу международного сотрудничества. В настоящее время будем проверять в том числе предоставленную нам информацию. 23 человека, в том числе трое детей, эвакуировано сегодня утром из неисправного автобуса на трассе Кызларда-Павлодара. Транспортное средство совершило вынужденную остановку в 40 километрах от села Актубек. Пассажиры в медицинской помощи не нуждались. До пунктов назначения не добрались на попутных машинах. За последние две недели это не первый автобус, поломавшийся на этой трассе. К счастью, помощь приходила вовремя. В Актау от новогодних петард пострадали три человека. Один из них получил ожоги предплечья, двое других травмировали лица. Тем не менее, количество пострадавших в несколько раз меньше, чем годом ранее. К слову, для всех служб экстренного реагирования праздники прошли достаточно спокойно. В областном центре зафиксирован один пожар. Из двухкомнатной квартиры спасли мужчину-инвалида. Эвакуировано 12 человек. За 2018 год зарегистрировано 316 пожаров. По сравнению с 2017 годом увеличение идет на 10%. В 2017 году это 284 пожара. Гибели зарегистрировано 11 на пожаре. В 2017 году увеличение на 10%. Травмированных людей 16 в текущем году зарегистрировано на пожаре. По сравнению с 2019 годом уменьшение идет на 27%. В 2017 году зарегистрировано 22. Ущерб составляет 39 миллионов 400 тенге. Уменьшение на минус 83%. Сильные порывы ветра с проливным дождем могут испортить отдых по меньшей мере трём сотням туристов из Казахстана. Впервые за 57 лет туристический юг Таиланда встал на пути сильнейшего тропического шторма Памук. Ураган сформировался в Южно-Китайском море и, по словам синоптиков, пройдет от Сиамского залива до Хандаманского моря, включая всемирно известные туристические зоны Самой и Пхукет. Готовы ли наши соотечественники к непредвиденным обстоятельствам и как на стихию отреагировали в Министерстве иностранных дел, расскажет Елена Шрайбер. Информация о надвигающемся на Таиланд урагане уже облетела все ленты. Родственники предупреждают родных о грядущей непогоде. По данным реестра туров, на отдыхе с 1 по 7 января находится 318 казахстанцев. Однако есть вероятность, что количество отдыхающих из Казахстана больше, в их числе те, кто не зарегистрирован турфирмой или самостоятельно решил отправиться на отдых. Я с семьей нахожусь на острове Пхукет в Таиланде. Именно на эти дни, два дня обещают дождь, усиление ветра. Поэтому здесь администрация отеля не рекомендует находиться в море. В общем, каких-то других особенных предупреждений нет. Но все, что будет нам сказано, какие будут инструкции, мы этому будем неукоснительно следовать. Уже известно о первой жертве тайфуна. Трагедия произошла с российскими туристами на Самуи. Сообщается, что несмотря на запрет, семья из четырех человек вышла купаться. В 50 метрах от берега в сильных волнах начал тонуть один из детей. Отец бросился спасать ребенка, но сам был сбит волной. Мужчину бросило на скал, и он погиб, получив травму головы. О пострадавших из Казахстана не сообщается. На данный момент пока никаких обращений, заявлений от калстанцев не было. Мы можем подключиться только когда турист захочет вернуться. Вернее, он должен возвращаться домой, а туроператор не может выполнять свои обязательства. Тогда подключается система гарантирования и механизм туристов конкурса. На данный момент возврат каждого туриста там решается уже индивидуально, я думаю, с каждым туроператором. Пока такой информации, что калстанцы хотят вернуться раньше времени, у нас нет. Тем временем в Министерстве иностранных дел напоминают о мерах безопасности при штормах и в случае необходимости просят незамедлительно обратиться в посольство Казахстана в Таиланде по контактам, указанным на сайте МИДа. Наши дипломаты в Бангкоке находятся на постоянной связи с местными властями, в частности, органами чрезвычайной ситуации. В случае возникновения каких-либо там ситуаций, они незамедлительно информируют Министерство. И мы принимаем соответствующие меры. В случае возникновения более серьезной ситуации будет создан штаб. Но надеемся, что это будет всего лишь очередной шторм, который в этом регионе очень часто бывает. И наши отдыхающие, наши граждане спокойно проведут свой отдых на побережьях Таиланда. По прогнозам, самый сильный удар стихии произойдет 4 января в южной части Таиланда. Местные жители и туристы спешно эвакуируются. Сообщается, что стихия успокоится к концу недели. Елена Ширайвер, Куаныш Сангирей, Хабар-24, Астана. Более 340 тысяч казахстанцев отдохнули за границей в 2018 году. И это только те, кто выезжал через операторов, работающих легально. По информации корпоративного фонда «Туристы Камкор», выбираться на отдых за рубеж наши соотечественники стали чаще. В прошедшем году цифра превысила данные 2017-го на 100 тысяч человек. Выбирали казахстанцы в основном бюджетные направления – Эмираты, Египет, Турцию или Хайнань. Путевку в эти страны можно было приобрести от 90 тысяч тенге. Самые высокие цены пришлись на отдых на райских островах, таких как Бали или, к примеру, Сейшелы. Дорогие экзотические острова, которые пользуются спросом у казахстанского туриста, чаще всего это Мальдивы. Там очень много высококлассных отелей, очень дорогие, роскошные. Казахстанцы начали посещать соседние страны – это Азербайджан, Грузия, Армения. Новую волну популярности получили Объединенные Арабские Эмираты. И вернемся к трагедии в российском Магнитогорске. С пострадавшими жителями работают около 40 психологов. Возле дома, где произошла трагедия, образовался стихийный мемориал. Люди несут цветы, свечи, игрушки. По последним данным, ЧП унесло жизни 39 человек, в том числе шестерых детей. Власти Челябинской области пообещали материальную компенсацию пострадавшим. Семьи погибших получат по миллиону рублей, получившие ранения от 200 до 400 тысяч. Также предусмотрены выплаты в связи с потерей имущества. Всех, кто остался без крыши над головой, обеспечат новым жильем. Между тем, несколько жителей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поиск людей продолжается. Круглосуточно завалы разбирают около тысячи спасателей. Кроме тела, они ищут улики, которые могли бы пролить свет на причины обрушения. По предварительным данным, трагедия произошла из-за взрыва бытового газа. Власти Нигера провели масштабную операцию с использованием наземных и воздушных сил против боевиков группировки Бокухарам. По данным Минобороны страны, в общей сложности правительственная армия уничтожила свыше 200 радикалов. Операция стартовала 28 декабря и проводилась в районе озера Чад. При этом отмечается, что потерь со стороны армии нет. Отмечу. Штаб-квартира группировки находится в Нигерии, в городе Майдугури. В марте 2015 года Бокухарам присягнула на верность ИГИЛ. А в Сирии, несмотря на победу над ИГИЛ, распространяется влияние других террористических группировок. Так, радикалы из Джабхата-Нусры захватили город Дарет-эль-Изза. Он расположен на севере страны. По сообщениям арабского телеканала Аль-Майедин, под контроль банды с начала этой недели перешло 13 населенных пунктов. За это время с обеих сторон погибли более 30 человек, в том числе мирные жители. Еще порядка сотни получили ранения. Мировые цены на черное золото понемногу растут. По итогам торгов стоимость марки Brent выросла почти на 3% до 55 долларов за баррель. А WTI прибавила в цене почти на 1,5 доллара и достигла 46 долларов за баррель. Повышение стоимости сырья вызвали действия властей Саудовской Аравии, которая в декабре умышленно снизила свои поставки нефти США и Китай. Тем не менее, страны ОПЕК разочарованы незначительным восстановлением цен на рынки после того, как они вместе с Россией договорились сократить добычу нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. В конце декабря страны картеля договорились о неочередном заседании в апреле, вероятно, для дальнейшего сокращения добычи, чтобы оказать дополнительное давление на рынок. В Узбекистане планируют увеличить стоимость алкоголя. Новые розничные и оптовые цены указаны в постановлении Министерства финансов страны. Так, вино подорожает на 23%, коньяк – почти на треть. Отмечу, цены на алкоголь в Узбекистане растут регулярно. Последнее повышение было в прошлом году на основании аналогичного постановления. Вместе с этим в стране выросли цены на табачные изделия. Таким образом, правительство борется с плохими привычками. Ранее представительство ВОЗ в Узбекистане также предложило усилить меры по соблюдению запрета на распространение и производство на свае, который довольно популярен среди мужского населения и свободно продается по всей стране. Заработок всех кинотеатров Китая в 2018 году составил в общей сложности 8,2 млрд долларов. Это на 11% больше, чем годом ранее. При этом в ведомстве отмечают, что каждая третья картина в прокате была снята заграничными киностудиями. Поэтому часть прибыли принадлежит им. Для иностранного кино Китай с огромным населением остается самым привлекательным рынком в мире. По словам кинорежиссера Джон Танашена, иностранные фильмы в Поднебесной дублируются на китайский язык, либо выходят на большие экраны с субтитрами. Возвращаемся к событиям в нашей стране. В Жамбулской области реализуются 124 инвестиционных проекта на 81 млрд сенье. В прошлом году было завершено строительство 93 объектов. В этом году в планах сдать еще 31. По программе Акбулак возведено 7 объектов водоснабжения. Около 50 тысяч жителей в 18 населенных пунктах обеспечены чистой питьевой водой. Кроме того, в регионе активно строится жилье. В 2018-м в эксплуатацию сдали 440 тысяч квадратных метров. В сфере жилищного строительства ведется строительство 32 объектов на сумму 20 млрд тенге. В том числе 20 объектов введено в эксплуатацию в этом году. На эти объекты выделено 7,8 млрд тенге. Сегодня уже освоено 7,1 млрд тенге. В Уральске сдали в эксплуатацию еще один многоквартирный жилой дом, построенный по программе государственного частного партнерства. В него заселятся жильцы снесенного аварийного дома. Они получили равнозначные по площади квартиры. Остальные же будут проданы застройщикам по программам Норлежир и 7-20-25. В целом в рамках ГЧП в областном центре уже снесли 11 аварийных домов. Около 50 семей въехали в новые дома. По государственным программам в регионе построили жилье для 3,5 тысяч жителей. По прогнозам властей, население Уральска уже через 10 лет составит полмиллиона человека. На время строительства нас переселили, предоставили нам жилье. Жилье было бесплатное. Ну, оплата коммунальных услуг. То есть мы там прожили. И вот сегодня возвращаемся на свое место, на старый свой адрес. На сегодняшний день, вот, 18-й год, больше года прошло. Дом строительства 4-х подъездного, 126-й квартирного дома завершили. Сегодня идет сдача квартир. На новые квартиры заходят жители, переселенцы старых ветхих домов. Птицефабрика в Атаравской области в прошлом году на 85% обеспечила своей продукцией внутренний рынок региона. И даже несмотря на проблемы с выплатами субсидий, предприятие произвело более 100 миллионов штук яиц и свыше 50 тонн мяса птицы. При содействии Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Атаравской области хозяйству вернули полагающиеся 93 миллиона тенге. Это дало возможность продолжить развитие производства. Алибек Бышленов более подробно. Эти 4-месячные птенцы уже готовы нести яйца. Сейчас идет отбор несушек из специального инкубационного курса. После соответствующего лечения их распределят в цеха по производству яиц. Наиболее опасные для птиц болезнь Нью-Касла, инфекционный бронхит и снижение яйценоскости. По этим трем заболеваниям специалистами проводится вакцинация птиц в область грудной клетки. На адаптацию уйдет 3-4 недели. На птицефабрике трудится около 100 рабочих. На их плечах круглосуточный уход за более 370 тысячами птиц. С увеличением объемов производства улучшаются и условия труда. Говорят сотрудники. В утренние часы и вечером нас забирает автобус. Обедаем бесплатно. В соответствии с объемом продукции растут и наши зарплаты. В прошлом году птицефабрика произвела 101 миллион штук яиц и более 50 тонн мяса птицы. Этот объем на 85% закрыл спрос потребителей региона на птицеводческую продукцию. Однако в хозяйстве не без проблем. Из-за различных бюрократических барьеров фабрика чуть не понесла убытки в 93 миллиона тенге. При участии департамента решена половина проблемных вопросов субсидирования. То есть пока перечислено 50% средств. В настоящее время защищаем права таких же 13 предпринимателей, у которых появились трудности. Возвращенные средства направлены на развитие производства. Мы закончили седьмой птицник и наружные и внутренние работы провели. На следующий год мы планируем запустить этот птицник. Нам обещали доплатить субсидии. Как только получше мы оплатим и установим еще оборудование в седьмом птицнике. Таким образом мы произведем яйцо где-то в среднем 105-106 миллионов в год. На фабрике в сутки сортируется более 360 тысяч штук яиц, которые делятся на различные категории в зависимости от веса. Однако, по словам специалистов, высокой калорийностью обладают маленькие по размеру яйца. Алибек Большуленов, Арстанбек Кенжи, Амантай Матенов, Атраусская область, Хабар, 24. После долгого простоя в городе Текель-Алматинской области вновь заработал тепличный комплекс. Своей овощной продукцией предприятие обеспечило новогодний стол жителей региона. И теперь в планах с весны наступившего года увеличить урожайность огурцов до 40 килограммов с квадратного метра. Подробности у Агульнар Жантасовой. 20 килограммов огурцов собирают с квадратного метра в этом тепличном комплексе. Сейчас зимой, когда солнце уже не так интенсивно, урожайность пока средняя, говорит главный агроном Ахмед Алмуратов. Но в канун новогодних праздников мы смогли обеспечить всех своей продукции и реализовать ее полностью. Сложность в том, что приходится зависеть от рынка, утверждает Ахмед Алмуратов. По себестоимости сами огурцы выходят дорогими, поскольку все составляющие закупаются за рубежом. У нас все покупное. Начиная от маты, кубики, удобрения, семена. Все это у нас покупное. Мы покупаем все это за рубежом. Если бы у нас было бы, было бы намного проще и легче. Даже ту биозащиту, которая нам нужна от защиты от вредителей, мы и ту покупаем в Италии, в Голландии, в Европе. Есть у нас тоже свои лаборатории, но у них не хватает мощностей, чтобы обеспечить все теплицы биоагентами. Уже весной этого года площадь посадок вырастет до 5,5 гектаров. Тогда и урожайность повысится, уверены овощеводы. Сейчас здесь работают над тем, чтобы с квадратного метра собирать до 40 килограммов огурцов. Кроме этой теплицы в скором времени в Текили появится еще один комплекс. Выделен земельный участок, один из гектаров. Из них 9,5 гектаров будет построена по голландской технологии новая теплица. Тоже где-то там инвестиция планирует 7,5 миллиарда тенге. Будут выращиваться огурцы, томатная продукция. Кроме этого в Моногороде успешно развивается и садоводство. В этом году здесь разобьют новый сад, где будут выращивать апорт. Оливковые деревья начнут разводить в Туркестанской области. Первые саженцы необычного для региона растения высадят уже весной. В случае, если их удастся вырастить, то на юге страны построят первый завод по выпуску оливковой продукции. Проект, который принадлежит российско-испанской компании, будет реализован в Жетесайском районе. Эта местность, по мнению экспертов, самая благоприятная для разведения оливок. Первый урожай – молодое оливковое дерево начнет давать через 5-6 лет. В среднем с одного дерева можно собирать от 20 до 40 килограмм плодов. Недавно мы пригласили инвесторов и предложили им участки земли. Весной попробуем посадить оливковые деревья там. Если проект окажется успешным, то наши жители будут заниматься не только выращиванием хлопка, но и оливков. Отмечу, что нигде в Казахстане их не разводят. Мораторий на вырубку Сахсаула на участках Государственного лесного фонда Казахстана продлен еще на 5 лет. А действующий запрет был введен 4 года назад. Документ позволил увеличить плантации древесной породы и реанимировать часть высушенных земель в стране. К примеру, в Приорали Сахсаул занимает 87% всех лесных насаждений. В рамках проекта по сохранению лесов на территории высохшего Аральского моря было высажено свыше 57 тысяч гектаров земель. В наступившем году планируется озеленить кустарникам еще 10 тысяч гектаров морского дна. С начала 2018 года в регионе было зарегистрировано 49 случаев незаконной вырубки плантации Сахсаула. В отношении 10 человек применены штрафные санкции. Трое задержанных привлечены к общественным работам. Еще двое к решению свободы сроком до одного года. По решению суда 25 нарушителей освобождены от уголовной ответственности после возмещения нанесенного ущерба окружающей среде. Сегодня в Алматы простились с государственным и общественным деятелем Султаном Джейнбаевым. В Академическом театре оперы и балета имени Абая собрались родные и близкие друзья и коллеги ветерана Великой Отечественной войны. Аким Алматы Баужан Байбек в своей речи подчеркнул, что жизнь Султана Джейнбаева – это пример для молодого поколения. Он также зачитал соболезнования главы государства Нурсултаном Зарбаевым. Султан Джейнбаев прошел яркую жизнь. В 1941-м он вступил в ряды сотой стрелковой бригады, служил командиром роты противотанковых ружей, был удостоен двух орденов Отечественной войны первой степени. В мирное время он занимал ответственные посты, был заместителем председателя Совета министров Казахской ССР. Наладил работу во многих сферах, начиная с торговли, заканчивая системой гражданской обороны. Султан Джейнбаев умер на 98-м году жизни. В пользу случаем хотел бы поблагодарить и особо отметить те слова, которые в адрес отца высказал президент нашей страны Нурсултан Назарбаев. Они были близкими соратниками, друзьями, можно сказать. И эти слова, оценка, которая была дана в телеграмме соболезнования, высокая оценка его деятельности и признание всех заслуг. За это мы очень ему тоже благодарны. Суровое выступление хотел бы закончить словами моей мамы, которая ушла три месяца раньше, чем отец. Спасибо, что ты был. И последнее. В столице Болгарии торжественно открыли улицу под названием Астана. Находится она прямо в центре Софии между Национальным музеем и Дворцом культуры. В церемонии приняли участие депутаты парламента, представители МИД Болгарии, мэрии Софии, а также члены казахской диаспоры. Собравшиеся подчеркнули, что Казахстан для Болгарии – ключевой партнер в регионе. Они готовы только расширять двустороннее сотрудничество. К слову, новую улицу Астана в Софии уже можно найти на интернет-картах. На этом пока все. Спасибо за внимание. До скорой встречи.